Израиль перестал информировать Россию о своих атаках в Сирии, Bloomberg. Израиль перестал сообщать Россию о своих ударах по Сирии. Это произошло после нападения террористов Хамас на израильскую территорию, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Bloomberg. Так, 30 октября израильские военные самолеты бомбили сирийскую военную базу в южной провинции Дарья. По словам людей, знакомых с ситуацией, Израиль разбрасывал листовки, предупреждающие сирийские войска о том, чтобы они не разрешали Ирану и его доверенным лицам действовать вблизи границы с Израилем. Незадолго до того Израиль нанес удар по составу оружия на большой сирийской базе на юге страны, где вместе с сирийскими силами размещены иранские офицеры и боевики доверенной организации «Хизбалла». По словам свидетелей, в результате атаки погибли более десятка сирийских солдат и офицеров. Израильские военные самолеты поразили радары воздушного наблюдения на ближайшем объекте. Члены российской военной полиции время от времени присутствуют на объекте рядом с этой базой. Неизвестно, находились ли они там, когда Израиль нанес удар. Сирийские военные признали обе атаки, пишет издание и добавляет, что Израиль не информировал Россию об этих атаках вперед. Блумберг отмечает, что Израиль и Россия оба выигрывали от того, что первый предупреждал о своих действиях. Пять лет назад российский диктатор Владимир Путин обещал израильскому премьеру Беньямину Нетаньяху, что не позволит Ирану и «Хизбалле», осесть на юго-западе Сирии, у голландских высот, но после полномасштабного вторжения РФ в Украину-Москва стала ближе к Ирану, ухудшая отношения с Тель-Авивом. Война Израиля с Хамасом, который контролирует газу и получает поддержку от Ирана, и тесное партнерство между Израилем и США еще больше разъединили их. Напомним, недавно армия обороны Израиля, Цахал, нанесла удары по военному зданию на территории Сирии. А неделей ранее нанесла удар по военной инфраструктуре и минометным учреждениям сирийской армии, незадолго до этого с территории Сирии были выпущены ракеты, часть из которых долетела до Израиля, упав на открытой местности. После этого Цахал нанес минометный ответный удар, срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.